Приветствую вас и вам уже довольно много моих коллег дали такой вот совершенно однозначный ответ, что надо обращаться к психологу, да, что нужно диагностировать депрессию, что не нужно самому себе или самому себе ставить диагнозы какие-то, да, потому что вы не знаете, что у вас депрессия или депрессивное состояние. Депрессия это болезнь и самостоятельно вам из нее не выйти никак, как бы мы ни пытались, для этого нужны препараты, для этого нужно вмешательство врача, для этого нужен диагноз, для этого нужно лечение. Если депрессивное состояние, из этого выйти в принципе вполне можно, но опять же нужно понимать причины вашего депрессивного состояния. Как правило, и депрессия, и депрессивное состояние в меньшей степени базируются на негативных установках. То есть, у вас есть некие негативные установки, деструктивные установки, которые опоследуют то, как вы сейчас живете. Деструктивные установки являются либо внушенными, то есть вложенными в вас окружением, вашими родными, близкими, друзьями и так далее. Причем не обязательно специально, то есть этот процесс может происходить помимо воли тех, кто это делает. И те, кто реально ответственны за формирование у вас этих установок, в действительности этого не хотели, а хотели, ну например, чего-нибудь другого. Как правило, люди хотят добра, как правило, люди хотят чего-то хорошего. Вот, но не получается, не получается, потому что люди там свою цель преследуют. Люди-то они по-своему видят реальность, то, что с вами происходит, а вы-то, вы-то ведь воспринимаете все по-своему и с вами, получается, могут мечтаться. И из-за этого возникает диссонанс, из-за этого возникает диссонанс. То есть, значит, негативные установки, да, это первое, что является основой для депрессии. Соответственно, осознать свои негативные установки, понять их, это первое, что вам нужно сделать. Понять негативные установки. Постараться их, эти негативные установки определить. И, значит, после этого с ними нужно что-то делать. Либо вы их будете корректировать, получая некий новый опыт возможностей. Либо вы оставите все как есть. То есть, делать ничего не будете. Если, например, ну, скажете, что, вот, мои установки, они меня устраивают полностью и целиком. Но без определения негативных установок, значит, не получится выйти из депрессии. Что такое установка? Вы, наверное, слышали это слово. Что такое установка? Это готовность к переживанию по поводу определенных ценностей. культурных культурных. Установка – это готовность к определенному восприятию культурных ценностей, которые являются актуальными для вас. актуальными для вашей, ну, жизни, для вашей ситуации, в которой вы живете и так далее. И вот почему именно эти переживания у вас имеются? Почему именно эти переживания у вас есть? И нужно выяснять. И нужно понимать. Нужно распирать. почему именно они, почему не что-то другое. И сложность самостоятельного выхода из депрессии в том, что сами вы определите, какие именно у вас установки. какие из них являются деструктивными, какие из них являются не деструктивными, а адекватными и правильными. сами вы не сможете. Потому что вы субъективны. И если бы это было легко, то не было бы ни врачей, психотерапевтов, ни психиатров, ну, вообще не было бы никого из этой группы специалистов. Это первое. Ну, то, что касается депрессии. Теперь дальше. Успокоиться. Как успокоиться? Ну, если вы испытываете тревогу, если вас что-то будоражит, если вас что-то взволновало, то в первую очередь нужно постараться понять, что именно вас взволновало. и почему вас это взволновало. Дело в том, что вас взволновало, скорее всего, та или иная ситуация, потому что вы приняли ее на свой счет, либо она указала вам на определенные ваши же недостатки, на определенные ваши негативные стороны, которых вы пытались, скорее всего, избежать, на которые вы, скорее всего, пытались закрыть глаза. у вас это не получилось, вы не смогли это сделать, не смогли полностью избежать этого, и в результате реальность вам напомнила о том, что у вас есть вот такие недостатки, какие-то слабые стороны, которые вы в себе не принимаете, например. и, соответственно, именно из-за этого, из-за того, что это произошло, вы и оказались будоражены. То есть, момент какой? Важный момент какой? Важный момент именно в том, чтобы вы себя приняли, чтобы вы не перестали винить ситуацию, чтобы вы перестали обвинять обстоятельства, которые поместили вас в ситуацию, когда вы вынуждены понимать, что у вас есть те или иные слабые стороны. Банально, но ситуация сама по себе, и люди сами по себе не виноваты в том, что вам теперь, например, нехорошо. Ну, допустим. Допустим, вам нехорошо. На самом деле, и вы не виноваты в этом тоже. Виноватых искать мы с вами не будем. Просто у вас было искаженное представление о себе. теперь вы получили более полное представление о себе. Теперь вы как бы это сказать, имеете адекватное представление о себе, и главная задача для вас, чтобы успокоиться. Это принять. Принять свои слабые стороны. Не пытаться от них убежать, не пытаться их избегать, а принять себя такой, какая вы есть. И значит, через принятие себя прийти к гармонии. у любого человека есть недостатки. Это нормально. И то, что они у вас есть, это тоже нормально. Но ненормально, что вы их по какой-то причине себе зажимаете. вот это ненормально. И вопрос в том, почему вы зажимаете в себе недостатки. Для чего вы это делаете? Что заставляет вас это делать? Это вот по поводу того, что успокоиться. Успокоиться значит принять себя. Если вы себя не принимаете, то и успокоиться вы не сможете. Потому что любое, абсолютно любое происшествие, которое так или иначе затрагивает вас вновь будет выбивать вас из колеи. и так будет к сожалению до тех пор, пока вы наконец себя не примете и как бы не скажете себе, но это же я. Это же я. Я такая. принимаю принимаете меня, либо нет. Надеюсь, что именно этот момент вам тоже будет понятно. То есть, постарайтесь определить сами, если вы говорите о самостоятельном выходе из данного состояния, старайтесь определить, что именно вы в себе не принимаете и почему. какие блоки стоят на путье? К тому, чтобы себя принять. Откуда появилось отрицание? Откуда появилось отрицание себя? Это тоже понимает. Потому что отрицание себя базируется на опыте, который вы получаете. Если по той или иной причине ваш опыт был таким, что у вас закрепилась позиция непринятия себя, соответствую к сожалению, так просто оно не уйдет. То есть, вы и будете не принимать себя, пока в достаточной степени не получите обратную связь для того, чтобы у вас появились ресурсы для принятия себя. А ресурсы можно получить только через взаимодействие с психологом, потому что именно психолог будет тем человеком, который первоначально на первых этапах примет вас такой, какая вы есть. И вы получите новый опыт. Вы получите новый опыт, который и даст вам необходимые ресурсы для возможностей себя принять. Далее, вы задаете последний вопрос. Как, значит, как поверить в себя? Да, как поверить в себя? Верить в себя, вера в себя – это не что-то условное. То есть, верить в себя нужно уже сейчас. Я серьезно верить в себя Для себя нужно уже сейчас, не ждать чего-либо, не ждать, допустим, каких-то событий, которые могут помочь вам это делать, не ждать ничего. Верить себя нужно уже сейчас. Вопрос в том, что мешает. И если мы говорим о том, что вам мешает поверить в себя, то здесь самооценка и сомнения в себе. И самооценка, и сомнения в себе решают поверить в себя. Значит, самооценка повышается путем выработки правильного отношения к своим минусам, о которых я вам говорил. Уже. То есть, вам необходимо для себя решить вопрос. Почему я не принимаю в себе какие-то недостатки? Это первое. И второе. Когда и если вы сможете понять, почему так происходит, почему вы не можете себя принять. Вам нужно будет обязательно приступить к следующей части, к следующему этапу работы над собой. А именно, во-первых, вы наставляете список своих качеств положительных и отрицательных. Вам нужно, конечно же, вам нужно иметь представление о том, какие у вас положительные стороны, какие у вас отрицательные стороны. Обязательно это нужно все аргументировать. То есть, не получится так, что просто что-то написали и все. Аргументировать нужно свой выбор качеств, как положительных, так и отрицательных. После этого, обязательно, выделить для себя моменты, в которых они проявляются. И почему вы считаете, что те или иные качества являются, ну, либо положительными, либо отрицательными. То есть, и что заставляет вас так думать. Далее, после того, как вы заставите список, вам нужно будет напротив каждого качества своего. Дописать, скажем так, его антипод. То есть, если у вас есть какое-то отрицательное качество, какое-то, то у него обязательно есть положительное проявление. У отрицательного качество обязательно есть положительное проявление. Вам нужно его выписать. Вам нужно его выделить. Выделите, значит, паре качеств. Если положительное качество, то обязательно есть положительное проявление. Выделите, если отрицательное качество, то обязательно положительное проявление. Выделите. И опять же прочувствуйте. То есть, не просто так вот написали, да, и все. Прочувствуйте. Почему именно так? Почему именно это отрицательное проявление, а не другое какое-нибудь? Чем обусловлен ваш выбор, например? Чем вы руководствуетесь при отношении выбора? То есть, руководствуетесь ли вы своими представлениями, например? Или руководствуетесь вы, допустим, тем, что люди говорят окружающие вас, ну, вокруг вас? То есть, это вот такие важные моменты, можно так сказать, которые обязательно необходимо проработать вам самому. А не так, что просто взяли, быстро все написали и все. И все довольны, все счастливы и всем хорошо. Нет. Можно подходить обстоятельно к работе, но с собой. Когда пары качеств у вас будут, и когда вы их прочувствуете, я бы рекомендовал вам попробовать определить, а вот чем обусловлены проявления положительные или отрицательные качества. То есть, кто определяет, что качество проявилось положительных или отрицательных? Кто определяет это? Вы или другие люди? Если вы, то почему, почему вы именно? Если другие люди, то почему другие люди? Согласитесь, пока ничего сложного. Далее, вам необходимо пары качеств объединить одним словом в одну характеристику. Что это значит? Ну, давайте попробуем подумать. Предположим, у нас есть два качества. Например, есть качество, значит, какое мы возьмем? Спыльчивость. Пусть это будет спыльчивость. Это будет негативное качество. Да? Спыльчивость. Да? И пусть у нас будет качество, например, искренность. Вот, положительные, да? Искренность и спыльчивость. Ну и, соответственно, что? Нам надо объединить одним словом эти два качества. Это будет эмоциональность. То есть то, что присуще и тому, и другому. То, на чем базируется и то, и другое качество. Эмоциональность. Теперь вопрос. Является ли эмоциональность положительным или отрицательным качеством? Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, не является. Значит, его заряд, заряд качества, заряд характеристики, которые мы с вами нашли, определяется чем-то внешним. Либо вами, либо людьми. Люди определяют исходя из соответствия их ожиданиям. А вы определяете исходя из вреда себе. Так вот, вопрос. Что важнее? Отвенка людей или сознание вреда от своего поведения? Подумайте об этом. В 시각 года. Опять же, вы почувствуете. Теперь уже новое видение своих плюсов и минусов. Теперь это качество, которое проявляется по-разному, и отрицательное проявление качества, того или иного качества, опирается только на вред, который вы себе наносите. То есть, если вы, например, не хотите себе вредить, если вы понимаете, что вы себе вредите, то нужно подумать, как купировать, не подавить, не побороть, а именно купировать негативное проявление характеристики. Вам было меньше вреда. Если вы хотите стать уверенными качеств, то добиваясь этой цели, достигая этой цели, вы сможете стать увереннее в себе. Потому что Потому что Вы увидите результат От своих действий Вы увидите результат От того что вы делаете Так появляется Уверенность В себе Поэтому я думаю можно закончить Мой ответ Исходя из того что вы Написали Такой вот Комментарий Который я Дал Это Пожалуй единственное Что можно вам предложить На данном этапе С учетом Количества информации Которую вы Предоставили нам Я понимаю что Больше информации вы Предоставить не захотели Я понимаю что Больше количества Количества Информации Может быть Вам Было Не с руки Предоставлять Может быть что то еще Но исходя из того что вы написали Ответить можно так И это определенная работа для вас Отнеститесь к ней серьезно Если решили Работать Самостоятельно То Отнеститесь Серьезно К тому Что вы делаете К тому Как вы делаете И не торопитесь На этом все Надеюсь что помог вам Если у вас остались вопросы Пишите в личку Буду рад помочь Если вам Понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам Всего Самого доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому